Здравствуйте, с вами Игорь Цаплин и курс Яндекс.Директ для фотографа. Добро пожаловать в третий урок. Как я и говорил, он будет посвящен заголовкам и текстам объявления. Вот тут и начинается самое интересное. Тут у большинства начинаются затыки, которые правильно мешают настроить рекламную кампанию. И тут сливается первая половина, остальная проходит дальше и сливается потом. Но поговорим об этом. Для того, чтобы понять, почему основное количество людей плохо пишет заголовки, давайте не будем долго рассуждать и сразу пройдем на Яндекс. И, собственно, посмотрим, как все пишут заголовки. Давайте вобьем... Ну, свадебный фотограф мы уже взбивали. Фотограф на свадьбу. И мы видим заголовки. Раз, два, хорошо, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Это если еще вниз промотать, мы увидим тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Все заголовки, которые есть на этой странице, они так или иначе одинаковые. Абсолютно одинаковые. Просто свадебный фотограф и все. Ничем не выделяются. Не за что зацепиться глазу. В некоторых мы можем поискать и найти нормальные тексты. Ну, вот здесь, например, хоть какая-то конкретика. Десять тысяч рублей, все включено. Ну, уже свою целевую аудиторию это объявление найдет. Если его, конечно, прочитают. Потому что заголовок тоже вряд ли цепляющий. То есть мы с вами ищем. Вот. Но так или иначе они все одинаковые и глазу не за что зацепиться. Можем даже обновить несколько раз страницу, чтобы убедиться, что они все одинаковые. Хорошо, напишем в Москве. Ну, вот так или иначе они все равно, все одинаковые. И это не очень хорошо. Когда мы приступаем к работе, перед нами сразу стоят не самые простые вопросы. Как выделить наше объявление среди сотен других аналогичных? И как обратить внимание человека именно туда, куда нужно? По статистике, именно заголовок обеспечивает 80% успеха объявлений. Поэтому нам необходимо досконально его изучить и заставить работать в полную силу. Несмотря на то, что заголовок это логичное начало любого объявления в принципе, очень часто о нем просто забывают, как мы видели в предыдущих случаях. Люди даже не представляют, сколько клиентов можно потерять из-за отсутствия заголовка, даже к самому грамотному написанному тексту в объявлении. Казалось бы, если объявление само по себе написано хорошо, его и так прочтут. Но не тут-то было. В большинстве случаев на него даже никто не посмотрит. Именно потому, что оно просто сливается с основной массой и никак не выделяется. Все дело в том, что именно заголовок в первую очередь бросается в глаза человеку, когда тот видит текст. Именно он заставляет читателя на пару секунд задержать взгляд. А по статистике именно 2 секунды длится примерно прочитывание заголовка и вашего объявления. А затем, прочитав заголовок, человек уже думает, стоит ли ему тратить время на дальнейшие тексты и на дальнейшее знакомство с вашей услугой. Соответственно, заголовок всего за 2 секунды должен убедить человека продолжить чтение и перейти по ссылке. Эта задача далеко не самая простая, поэтому на создание заголовка зачастую тратится примерно столько же времени, сколько на написание всего остального. Сейчас мы рассмотрим несколько общих правил создания заголовков, а потом пройдемся непосредственно по контекстной рекламе именно Яндекс.Директа. Итак, в первую очередь, вы должны выбрать целевую аудиторию своего заголовка и объявления. Понять, кому вы его адресуете. Если тем людям, которым надо дешево, напишите, что у вас дешево и напишите свою низкую цену. Если людям, которым надо дорого, напишите, что у вас дороже всех. Если вы знаете, для кого вы пишете, то вы знаете, как заинтересовать именно тех людей, для которых вы пишете. Вы знаете, что они ценят и можете им это предложить. Понимание целевой аудитории не только здесь важно, оно важно в принципе, но и здесь тоже. Здесь вы на практике понимаете, что оно действительно важно. И второй шаг – это выбор способа создания заголовка. Тут мы выбираем сам заголовок – шаблонный он будет или креативный. Заголовки можно придумывать с нуля, а можно пользоваться шаблонами. На первом этапе, конечно, можно начать из шаблонов, ничего страшного. Но если вы придумаете свой уникальный заголовок, это будет вообще круто. Но на самом деле лучше использовать и те, и другие объявления одновременно. И те, которые мы видели на Яндекс.Директ, и по шаблонам, и свои какие-то креативные. Лучше много объявлений сразу использовать, об этом дальше будем говорить. Давайте пробежимся по шаблонам. Первый шаблон – это заголовки вопросы. Первый шаблон – заголовки вопросы. Например, вот вы видите, да? Ищите свадебного фотографа? Нужен свадебный фотограф? У вас скоро свадьба? Хотите клевые свадебные фото? Когда человек читает заголовки, он невольно задает эти вопросы самому себе, что провоцирует возникновение интереса. Читатель подсознательно ищет ответ на вопрос и, как следствие, просматривает следующий текст. Давайте посмотрим на наш любимый Яндекс. И поищем здесь вопросы. Вопрос у нас здесь только один. Вот этот, ну и то какой-то странный. Фотограф на свадьбу? То есть он у кого? У себя спрашивает фотограф он на свадьбу или нет? Нет, непонятно. То есть никаких таких вот вопросов, как мы сейчас разобрали, даже здесь нет. Хотя, казалось бы, заголовок реально очень шаблонный. И во всех сферах он уже давно используется, но вот здесь чего-то нет. Давайте вобьем другой запрос. И здесь опять же у нас вот этот вопрос, а других вопросов, вы видите, нет. И ваше объявление с вопросом здесь уже будет хоть как-то выделяться, потому что остальные вообще не используют этот, казалось бы, всем известный трюк. Так, едем дальше. Шаблон номер два. Обещание конечного результата и выгоды. Это значит, что пообещать человеку, что он получит в результате. Тут на самом деле можно рекламировать не только ваше портфолио, а другие страницы вашего сайта. Например, если у вас на сайте есть блог, и там есть для клиента что-то полезное. У меня, например, на сайте есть статья «10 простых советов, как хорошо получаться на свадебных фотографиях». Я могу рекламировать ее здесь и уводить клиента туда. И уже после того, как он перейдет на мою страницу, ознакомится с этими советами, он посмотрит портфолио. То есть конкретный результат. «10 советов, как хорошо получаться на свадебных фотографиях». Человек после выполнения этих советов шикарно получится на фотографиях. Живые эмоциональные фотографии вашей свадьбы. Тоже вполне себе результат конечный. «Подруги будут писать кипятком от зависти». Еще какой результат? «Писывающие подруги кипятком от зависти» – это конкретно конечный результат, который получает человек с вашими фотографиями. Живые фотографии вашей свадьбы. Это просто. Можно также использовать в заголовках слова, которые обещают легкую выгоду. То есть, например, «простой», «элементарный», «базовый». Вот здесь я, видите, написал в последнем заголовке, что это просто. Чтобы человек подумал, что это действительно просто и кликнул на объявление. Те объявления, которые были на Яндекс.Директе, опять же, не используют ни одного из этих шаблонов. Мы не будем сейчас туда возвращаться, чтобы снова в этом убедиться. Но таких объявлений там тоже нет. И если вы напишите «хотя бы так», вы, опять же, будете выделяться на фоне всего остального. И человек просто совершенно выделит ваш заголовок из списка, потому что он хотя бы другой. Третий тип шаблонов. Это заголовки с шокирующими названиями и пугающими. Тут на самом деле сложно рекламировать. Ваше портфолио, так как заголовок – это что-то пугающее, и опять же, это, скорее всего, должна быть какая-то, может быть, статья в блоге или какой-то другой материал, околофотографический, чтобы клиент заинтересовался, перешел, что же такое интересно посмотрел и уже потом изучал ваше портфолио. То есть, можно прямо так и написать. 10 факторов, которые могут испортить ваши свадебные фотографии. И человек испугается, почему же, интересно, это что-то испортит мои свадебные фотографии и перейдет. На самом деле, 10 – это не совсем, наверное, удачную цифру, я здесь написал. Лучше писать нечетные числа. 5, 7, 9. Ну, 9 факторов, которые могут использовать ваши свадебные фотографии. Опять же, 9 факторов, которые портят настроение в день свадьбы. Человеку будет интересно, что такое ему портить настроение и перейдет, посмотрит. У меня на сайте, опять же, есть статья, в которой описаны эти факторы, которые портят настроение в день свадьбы. Ее написал визажист, и это так называемые советы визажиста. И там рассматриваются именно эти советы, которые, именно те причины, которые могут испортить настроение человеку. И поэтому человек уже как-то может заинтересоваться и перейти. Может быть, какой-нибудь материал на тему 5 критических ошибок в выборе свадебного фотографа. Человек ищет свадебного фотографа конкретно сейчас, и ему выдается именно этот материал, этот заголовок. И он смотрит и думает, ну, е-мое, я ищу фотографа, а вдруг я сейчас допущу именно эти самые 5 критических ошибок. И он опять уйдет почитать эти ошибки, и вы будете первым, в принципе, кого он посмотрит. И он потом, после прочтения статьи, а если она еще и качественная, если тот материал и эти 5 критических ошибок действительно не фуфло, и человек это понимает, он обязательно ознакомится с вашим портфолио. И вы будете первым, вообще, в принципе, кого он посмотрит. Он на вас обратит внимание. Среди тех заголовков, которые мы видели, такого тоже нет. Поэтому берите и пользуйтесь. Это никакой не секрет, действительно, но почему-то этим никто совершенно не пользуется. Заголовки у всех одинаковые, ну, просто до невероятности. Еще один. Почему 80% молодоженов недовольны своими свадебными фотографиями? Чем не привлекающий внимание заголовок? По сравнению с тем, что все остальные свадебный фотограф, свадебный фотограф, свадебный фотограф, профессиональный свадебный фотограф, свадебный фотограф профессионально, Ваш заголовок будет просто сиять там и выделяться невероятно ярко. Поэтому берите, пользуйтесь. Единственное, что, конечно, это минус этих заголовков в том, что он не ведет конкретно на ваше портфолио. Нужно дать клиенту потенциальному что-то еще, кроме картинок, чтобы его чем-то еще другим зацепить и увезти к вам на сайт. Большим эффектом обладают заголовки, давящие на страхе человека. То есть вот эти все заголовки не давят на страхе человека и обладают большим эффектом. Прочитав такой заголовок, невеста, скорее всего, подумает, вот, я не хочу, чтобы у меня было плохое настроение в день свадьбы. Поэтому изучу-ка я на всякий случай. Или я не хочу допустить 5 критических ошибок в выборе свадебного фотографа. Дайте я ознакомлюсь. И перейдет по вашему объявлению. Есть еще четвертый тип заголовков. Заголовков – это вечная классика, так называемая. Они работали, работают и будут всегда работать. Однако их все равно знает каждый первый и злоупотреблять ими не стоит. Плюс они немного отдают желтизной, но внимание все равно притягивают. Однако, как мы видели, никто на Яндекс.Директе их все равно не использует. Классические примеры – это вот что-то из желтой прессы, действительно. Это перевернет ваш взгляд на свадебное фото. И там какой-нибудь текст под этим заголовком. Что же такое перевернет мой взгляд на свадебное фото? И увезти куда-нибудь на, не знаю, вашу какую-нибудь страничку на сайте. «Эти фотографии заставили плакать мою маму». Вот этот, по-моему, шикарный заголовок. Я его прям даже, наверное, себе утащу и попробую использовать в рекламных кампаниях в этом году. И ссылка может идти с этого заголовка на страницу с каким-нибудь трогательным отзывом от одной из ваших невест. И там будет серия из ее трогательных фотографий. Там будет в отзыве написано, что мама плакала от счастья. Вот так вот все здорово и классно. И поэтому этот заголовок может пройти и может работать. Просто если, например, этот же заголовок, который фотографии заставили плакать мою маму, не будет уводить человека на страницу с отзывом, в котором именно примерно эти слова и написаны, то, скорее всего, модератор Яндекса забракует ваше объявление, потому что оно ведет не на целевую страницу. Опять же, важность того, что на вашем сайте должно быть что-то еще, кроме просто картинок. На самом деле, можно, конечно, выделить еще гораздо больше шаблонных решений, но остановимся на этих четырех, потому что, как мы видим, их уже больше, чем достаточно. Их все равно никто не использует. И даже используя эти четыре, можно сильно повысить читаемость своих заголовков, читаемость своих объявлений и, соответственно, кликабельность своих объявлений. Вы уже наверняка поняли, что совсем не обязательно ввести человека на главную страницу вашего сайта или на страницу со свадебным портфолио. Так вообще делают все, поэтому сначала вы его можете чем-то зацепить, и потом он уже посмотрит ваше портфолио. Он обязательно посмотрит, если ваш этот цепляющий материал ему понравится. Если ваша серия с фотографиями, от которых плакала мама, действительно хорошая, он обязательно посмотрит остальные. И он уже забудет про этот заголовок, по которому он сюда перешел. Он уже будет впечатлен вашими фотографиями. Но сначала его надо увести из Яндекса, увести от конкурентов, увести к себе на сайт, и там уже докручивать человека до звонка. Как бы так ни было, но у большинства фотографов с текстовым и каким-то нефотографическим контентом на сайте полная беда. Ну, практически у всех беда. Никаких нет ни блогов, ничего. А если блоги есть, то они на каких-то других сайтах, например, на ЖЖ. Ну, как-то не солидно уводить человека на ЖЖ с Яндекса, а потом пытаться закинуть его на сайт. Поэтому проще, чтобы это все у вас было на сайте. И в большинстве случаев клиент не может ничего найти, чтобы задержаться на сайте. Он заходит, портфолио глянул, что-то не впечатлило или не разобрался вообще и уходит. Он даже все заголовки читает и, в принципе, понимает, что ему предлагают везде одно и то же. И поэтому кликабельность у большинства объявлений оставляет желать лучшего, так или иначе. Например, такой момент. У меня на сайте есть еще и серии фотографий. Это не только портфолио избранных каких-то свадебных фотографий или фотографий с Love Story, но и некоторые серии. У многих на сайте есть серии. Перед серией можно написать отзыв от пары и использовать это в тексте. Ну, то есть я планирую использовать это следующим образом. Например, в заголовке написать что-то типа «Посмотрите фотографии с моей свадьбы». А в тексте, например, «Меня зовут Ольга, я хочу вам показать фотографии со своей свадьбы». Кликайте и смотрите. Или в заголовке может быть что-то «На моей свадьбе был профессионал, рекомендую вам его, кликайте и смотрите». Или что-нибудь в этом духе. Опять же, из разряда «Мама плакала от этих фотографий». Что-нибудь такое, что обратит на себя внимание и что-нибудь такое, что скажете не вы. Вам человек не очень охотно верит сразу, потому что вы хотите ему продать услугу. А какой-нибудь другой невесте человек поверит намного охотнее, потому что невеста услугу продать в принципе-то не хочет. Поэтому используйте это в своих целях, используйте отзывы в своих целях. Берите цитаты из отзывов и пишите их в объявлениях. Но, как уже говорил, в основном у многих фотографов абсолютная беда с текстовым наполнением на сайте. Отзывы как-то трудно найти, либо их нет, серий нет, фотографий тоже толком непонятно, как разобраться в галерее. Полная беда и возникает у фотографов сложности с уводом клиента куда-то на какую-то другую страницу, кроме как страницы портфолио. Это не всегда удобно вести человека сразу на портфолио. Конечно, он его должен посмотреть. Но страница захвата, так скажем, она может быть и другой. Совершенно не обязательно, чтобы она была именно портфолио, именно сразу купи. Может быть что-то другое. И, подводя итог, сформулируем некоторый алгоритм построения заголовков. Итак, первые у нас были заголовки с вопросительными словами. Это вопросительное слово плюс желание или страхи вашей целевой аудитории. Вопросительные слова такие как. Как? Почему? Зачем? Где? Куда? Кто? Когда? Что? Откуда? Хотите? И так далее. Зачем приглашать фотографа? Где искать фотографа? И не знаю. В общем, любые заголовки, которые с вопросом зацепят вашего потенциального клиента. Вот, например, хотите вы живые эмоциональные свадебные фотографии? Человек прочитает такой заголовок и подумает, что он, наверное, хочет. А может быть, наоборот, не хочет. И тогда не будет переходить. В противном случае можете написать. Хотите классическую свадебную фотографию? Классическую свадебную постановку? Или еще чего-нибудь. На чем вы специализируетесь, то и можете написать. Следующий алгоритм построения заголовков. Обещание выгоды за конечное число шагов. То есть это число, простое усилие и желание целевой аудитории. То есть числа лучше использовать нечетные. И указывать на легкость получения этой самой выгоды. То есть просто, легко, быстро, мгновенно, пошагово, элементарно, понятно. Усилить вот эти слова легкости, скажем так, можно такими словами, как шаг, урок, видео, файл, шаблон, пример, причина, попытка, инструкция, алгоритм. Например, 5 простых шагов к свадьбе своими руками. Конечно, в этом заголовке вы тоже не можете увести человека на свое портфолио. Вы должны увести его на какой-то материал, где он увидит эти самые 5 простых шагов. Но так или иначе он уже окажется на вашем сайте. А как он будет себя вести на вашем сайте, это целиком и полностью зависит только от вас. Третий алгоритм построения заголовков. Это пугающие и шокирующие заголовки. То есть это какая-нибудь страшилка плюс желание или страхи вашей целевой аудитории. Словами-страшилками могут быть такие, как шокирующие, критические, опасные, страшные, ошибки, недостатки, коварные, неизвестные. Можно использовать слова, отражающие нежелательные события для вашей целевой аудитории. Например, какие нежелательные события для нашей целевой аудитории, для невест. Это могут быть плохие фотографии, недовольство, просрочка, что может накосячить фотограф, проспать, кинуть и так далее. Пример заголовка может быть «никогда не говорите этого фотографу». Заголовок, конечно, достаточно желтый, ну что уж там и говорить, но таких заголовков все равно нет. Потому что у большинства фотографов, конечно, некуда увести человека с такого объявления. Но здесь может быть какая-нибудь, например, статья или ваше рассуждение небольшое на тему того, что когда вы приходите на встречу и вам кто-нибудь из пары заявляет о том, что он тоже увлекается фотографией. Вы наверняка сталкивались с этим. Когда мне такое говорят, меня в дрожь бросает и мурашки встают. Потому что, скорее всего, это будет какой-то тревожный звоночек. Есть риск, что на свадьбе будет такое некоторое мучение. То есть человек будет «а почему ты снимаешь именно так?» «А почему против солнца?» «А почему по солнцу?» «А почему вот это?» «А давай вот на этом фоне?» «А тут глянь какая композиция?» «А тут такая перспектива?» «А ну-ка покажи!» «А давай переснимем!» И начнется вот такое вот мучение и тягомотина. И просто сидеешь нафиг за свадьбу. Вот может быть статья на эту тему. Почему нельзя об этом говорить фотографу? Но заголовок, согласитесь, все равно интригующий и так или иначе обращает на себя внимание. Сейчас давайте рассмотрим основные плюсы и минусы вот таких шаблонных заголовков. Очевидные плюсы в том, что шаблоны – это универсальные решения, и они подходят для большинства ситуаций. Их плюс – это простота и скорость использования. Подставил свою тематику в понравившуюся формулу и, собственно, готово. И, как мы видели, их даже шаблоны никто не использует. Минусы шаблонных решений в том, что они достаточно массовые. Но, как мы видели, недостаточно массовые. Доступ к шаблонам, так или иначе, есть у большинства людей. И некоторые из этих шаблонов постепенно начинают использовать все, кому не лень. И продающая сила и вкуснота заголовка значительно уменьшается. Например, в одно время возле метро всех раздавали флайеры. На них было написано из разряда «21 роза за 190 рублей». Было интересно и было очень привлекательно. Но, как только его начали использовать все, кому не лень, абсолютно все подряд, он потерял в своей уникальности силу и стал просто ширпотребом. Теперь, когда мы разобрались с шаблонными заголовками, давайте рассмотрим некоторые принципы создания заголовков с нуля.